Добрый вечер. Сегодня 17 октября 2019 года. В Москве прошло награждение победителей премии «Импульс добра-2019». «Импульс добра» – ежегодная премия за вклад в развитие и продвижение социального предпринимательства в России, учрежденная Фондом региональных социальных программ «Наше будущее». Премия присуждается социальным предпринимателям, представителям общественных организаций, руководителям государственных структур и профильных ведомств, журналистам, СМИ и высшим учебным заведениям России. За 7 лет премия была вручена 79 лауреатам из 17 регионов России. Номинация за лучшую корпоративную программу по развитию социального предпринимательства. Бизнес сегодня – это не только драйвер экономического, но и социального развития. Корпоративная социальная ответственность – это вклад компании в развитие общества, а в случае крупных корпораций – в развитие всей страны. Социально ответственные компании – это компании с новой философией ведения бизнеса. Они отчетливо понимают, что их собственная устойчивость напрямую зависит от устойчивости сообщества людей вокруг них. А в это сообщество входят не только сотрудники, но и территории присутствия компании, где важен сервис и услуги, которые бы удовлетворяли жителей. Корпоративные программы по развитию социального предпринимательства решают огромное количество задач и качественно меняют жизнь населения к лучшему. Российский Союз промышленников и предпринимателей уже несколько лет активно поддерживает такие программы, а также популяризирует позитивный опыт участия компаний в социальном развитии территорий. Это реальный шанс изменить будущее к лучшему. И те, кому это удается, становятся лауреатами премии в номинации за лучшую корпоративную программу по развитию социального предпринимательства. Внимание на экран. Публичное акционерное общество «Росбанк». Российская Федерация. Начни и начать. Всероссийская образовательная программа «Росбанка» для социальных предпринимателей и НКО. Миссия программы – развить и поддержать организации, работающие с людьми с инвалидностью. Чтобы стать одним из 12 финалистов программы, необходимо пройти трехступенчатый отбор. Затем финалисты на протяжении двух месяцев проходят интенсивную образовательную программу с целью повышения устойчивости и эффективности бизнес-модели. В первый же год существования программы было принято 154 заявки из 69 городов России. 10 из 11 финалистов благодаря программе увеличили свой доход. 7 стали самоокупаемыми, 4 вышли в прибыль. Программа реализуется совместно с импорт к обмозку. Для вручения награды на сцену приглашаются Управляющий директор по корпоративной социальной ответственности РСПП Елены Николаевны Феоктистова и министр культуры Российской Федерации Владимир Ростиславович Мединский. Хотите сказать приветственное слово сейчас, да? Потом. Нет? Добрый вечер всем. Я уже не первый год прихожу на эту сцену. Каждый раз голос дрожит, когда мы начинаем награждать и поздравлять наших победителей. В шестой раз из 8 лет, когда существует премия, мы в этой номинации награждаем победителя, компанию, которая поддерживает развитие социального предпринимательства. Мы считаем, что именно бизнес в первую очередь крупный пришел на помощь, в поддержку этому замечательному явлению нашей жизни. И не только финансово. Очень важно, что бизнес может привнести новые технологии, новые знания. И в этом году впервые за 6 лет среди компании-победителей оказался банк. И банк именно с теми компетенциями, которыми он может щедро поделиться, а именно устойчивая бизнес-модель, управление финансами, развитие новых направлений бизнеса, чтобы он становился устойчивым. И тогда, когда это речь идет о таких проектах, как поддержка людей с ограниченными возможностями, детей с особенностями развития, когда, получив эту поддержку, проект получает новую жизнь, когда он расширяет свои возможности этой помощи. Например, в одном из проектов, поддержанном банком, вдвое увеличилось количество детей, которые получают в детском центре абилитацию, реабилитацию, помощь в развитии. Для семьи этих детей это невероятные, наверное, это новые возможности в жизни. Поэтому мы очень рады, что уже и банки присоединились, не просто присоединились к этому движению, но реализуют такие программы, которые мы можем признать лучшими. И мы надеемся, что количество тех финансовых институтов, которые будут участвовать в этой премии, будет только расширяться. А тем временем Екатерина Владимировна уже на сцене. Победитель в номинации за лучшую корпоративную программу по развитию социального предпринимательства Екатерина Владимировна Плушник, руководитель отдела продвижения корпоративных проектов Societe Generale, спонсорство и корпоративной социальной ответственности Societe Generale Russia. Добрый вечер. Невероятно волнительно и почетно находиться на этой сцене. Наша программа еще очень молодая. Мы стартовали в прошлом году. И вот эта награда ценная и дорога нам вдвойне тем, что является доказательством, что мы выбрали правильный вектор, как помогать социальным предпринимателям во имя стабильных, устойчивых, качественных и позитивных изменений. Я хочу поблагодарить всю нашу большую команду «Импакт Хаб». Невероятно горжусь командой Росбанка. Спасибо вам, ребята, это наша общая награда. И спасибо большое фонду «Наше будущее» и Российскому Союзу промышленников и предпринимателей за столь высокую оценку нашего проекта. Спасибо. Спасибо вам большое. Владимир Испиталович, вам слово. Добрый вечер. Я, честно говоря, считаю, что весь добросовестный бизнес, если он не основан на эксплуатации человеческих пороков, является социальным, потому что он дает рабочие места, дает нам крышу, хлеб, создает налоговую базу, вообще создает что-то новое. И бизнес он творит предпринимателей, поэтому любой добросовестный предприниматель достоин премии, вне зависимости от того, вот особенно, например, из нефтяной промышленности, ведь создаете стоимость. Единственное, это объединяет, безусловно, предпринимателей и социальных предпринимателей с работниками культуры, с деятелями искусства, потому что мы тоже создаем продукт творческий. Я бы очень просил комитет премии в следующем году предусмотреть отдельную номинацию для социальных предпринимателей в сфере культуры. Спасибо вам большое. Мне кажется, идея этой премии замечательная. Вообще, Константин Хаменский и Евгений Миронов получали эту премию благодаря тем усилиям, которые они и без Сергея, и без рук. И Егор Бероев с Ксенией Алферовой. Так сказать, Владимир Степанович. Их много. Помимо наших великих звезд, есть еще скромные маленькие частные кинотеатры, или небольшие негосударственные театры, да даже книжные магазины. На самом деле, социальное предпринимательство. Попробуйте позаниматься этим в бизнес-поле. Поэтому, спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое вам всем. Проходите за свои...